Евангелие Божие Итак, первая причина. Евангелие не человеческое, Евангелие Божие. И поэтому другого Евангелия просто не существует. Но вы знаете, нас, евангельских христиан, очень часто критикуют за неуважение к авторитетам. Понимаете, если Евангелие дано каждому человеку лично, то где же тогда роль церкви? Где же тогда участие других христиан, участие тех, кто был до нас? Если Евангелие дано Богом, то где же наша взаимосвязь с человеком? Где же наша взаимосвязь с другими людьми? Вот некому Ивану Ивановичу Пупкину за чтением Библии пришла в голову мысль. Он говорит, вау, это мне откровение от Бога. И никто этому Ивану Ивановичу Пупкину больше не интересен. И берет Иван Иванович Пупкин, начинает проповедовать, основывает новую поместную церковь, все круто. Я получил весть. Так, когда его начинают критиковать, когда ему начинают говорить, слушай, как-то неправильно у тебя все, Иван Иванович. Он говорит, ребята, отстаньте, я получил весть не от человека, я получил весть от Бога. Вы не читали послание к Галатам, первую и часть второй главы? Вот, опять-таки, я немножко преувеличиваю, я немножко утрирую. Но очень часто нас критикуют именно за то, что у нас не хватает связи с историей церкви. Однако и об этом говорит апостол Павел, потому что между концом первого миссионерского путешествия и написанием послания к Галатам произошло еще одно событие. Я специально вынес его за скобки, чтобы все-таки показать важность Божьего происхождения, Божьего авторства Благой Вести, Божьего авторства Евангелия. Но вот это событие, которое я вынес за скобки, описывается в двух местах. Это Деяние, 15 глава, это и послание к Галатам, 2 глава. Это событие называется Иерусалимским Советом. И вот вторая глава послания к Галатам дает нам вторую причину, еще одну причину того, что к Евангелию нельзя ничего прибавить, невозможно ничего прибавить, потому что Евангелие не просто дано от Бога, Евангелие не просто имеет происхождение от Бога, но Евангелие также подтверждается, Евангельская весть подтверждается другими благочестивыми людьми. Вот эту тонкость, эту тонкую грань нам нужно с вами четко видеть. Первое. Евангельская весть происходит от Бога. И второе. Евангельская весть подтверждается другими благочестивыми людьми. Мы не имеем права начинать с человека. Мы не имеем права говорить, вот я в это верю, просто потому что вот этот дядька такой авторитетный меня научил. Мы не имеем права и на другое. Мы не имеем права сказать, вот Бог мне сказал, и все мысли людей меня мало интересуют. Вот это сочетание, основа Евангельской вести, весть данная Богом и весть подтвержденная благочестивыми людьми. Послание к Галатам, вторая глава. Потом, через 14 лет, я снова пришел в Иерусалим с Варнавой, взяв с собой и Тита. Вот этот визит, этот иерусалимский визит через 14 лет, это, собственно, есть Иерусалимский собор, Иерусалимский совет, описанный в 15 главе Деяния апостолов. Здесь несколько сложно понять, через 14 лет после чего. Ф.Ф. Брюс, один из известнейших исследователей творчества и жизни творчества апостола Павла, говорит, через 14 лет после своего покаяния. Тогда, именно в такой ситуации, именно при такой расстановке событий, поддерживается гипотеза, теория о раннем происхождении послания к Галатам. «Через 14 лет я снова пришел в Иерусалим, а пошел я потому, что так велел мне в откровении Бог. Во время отдельной встречи с теми, кто считался наиболее авторитетными, я изложил им содержание вести, которую преподаю язычникам, чтобы не оказалось, что я, так сказать, бежал и бегу без надежды на приз. Иными словами, чтобы я бежал по правилам, чтобы я проповедовал правильно. Обратите внимание, он пришел к людям для того, чтобы рассказать им, что он проповедует язычникам. И что же, даже Тита, моего спутника, грека, никто не понуждал к обрезанию. Добивались этого лишь некие лже-братья, которые вкрались к нам, как лазутчики, чтобы разведать о нашей свободе, которая есть у нас благодаря Христу Иисусу, и вернуть нас в рабство. Но мы ни на минуту не поддались их давлению, желая сохранить для вас истинный смысл радостной вести». Вы можете прочитать подробно, я думаю, вы прочитаете подробно Деяния Апостолов, 15 глава. Вопрос стал напрямую, вопрос стал ребром. Что делать с этими язычниками, которые покаялись? Что делать с язычниками, которые стали христианами, которые обратились ко Христу? Павел действительно изложил благую весть, изложил содержание проповеди, чтобы было понятно, о чем идет речь, чтобы было понятно, что он несет этим людям. И решение, которое принял Иерусалимский совет, как раз и заключалось в том, что никто не будет понуждать этих людей, никто не будет понуждать язычников к обрезанию. Потому что Бог совершает в язычниках то же, что совершал в иудеях. Бог работает в язычниках так же, как работал в иудеях. А письмо, которое стало результатом Иерусалимского совета, письмо к церквям, мы находим в конце 15 главы Деяния Апостолов, начиная с 23 стиха. «Апостолы и пресвитеры и братья, находящимся в Антиохе, Сирии и Киликии, братьям из язычников, радоваться. Поскольку мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали, то мы, собравшись, единодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими Варнаву и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме сего необходимого, воздерживаться от идола жертвенного и крови, и удавленены, и блуда, и не делать другим того, чего себе не хотите, соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здоровы. Вот вам это письмо, в котором очень четко была высказана позиция. И позиция была поддержка учения апостола Павла. Потому что это не учение Павла, это учение евангельское. Кто-то из вас может встретиться с богословскими взглядами, с богословскими сочинениями, в которых раннее христианство рассматривается в виде двух полюсов. Иерусалимский, с одной стороны, и антиохийско-языческий, с другой стороны. Некоторые богословы даже говорят о том, что между этими полюсами шла постоянная война, постоянная борьба за пальму первенства. Какое христианство лучше, какое христианство правильнее, антиохийское или иерусалимское. Вроде бы якобы иерусалимский полюс христианства это полюс, вышедший из иудеев, соответственно, стремившийся к обрезанию, исполнению закона и так далее. А антиохийский, павловский полюс христианства это христианство из язычников. Говоря простыми словами, в конечном счете, иерусалимцы с павловцами просто перевугались. Священное Писание такой взгляд не поддерживает. Вот совершенно четкое письмо и совершенно четкое отмежевание иерусалимских христиан от позиции тех лжебратьев, которые понуждают христиан из язычников к обрезанию. Это решение Иерусалимского совета, это решение, которое во многом заложило основу понимания христианства, понимания благой вести. Итак, уже две причины, по которым не может быть другого Евангелия, потому что Евангелие единственная. Первая причина. Евангелие дано от Бога, а не от человеков. Вторая причина. Евангелие подтверждается благочестивыми, праведными людьми. Евангелие подтверждается праведными людьми. Третью причину. Почему не может быть другого Евангелия? Почему оно, в принципе, единственное? Мы находим во второй главе послания к Галатам, начиная с 15 стиха и до конца главы. Эту причину можно коротко сформулировать так. Евангелие требует нового рождения. Евангелие требует нового рождения. Такие серьезные претензии, как рождение свыше, рождение снова, другой Евангелие выдвигать просто не может. Уникальность Евангелия в том, что она требует нового рождения. Мы возвращаемся к посланию к Галатам и к переводу Радостная Весть с 15 стиха. Мы по рождению евреи, а не какие-нибудь грешники и язычники. Но мы знаем, что ни один человек не будет оправдан делами закона, а только верой в Иисуса Христа. Поэтому и мы поверили в Христа и Иисуса, чтобы получить оправдание веры во Христа, а не делами закона, так как делами закона не оправдается никто из живущих. Но если мы, стремясь к оправданию через единение со Христом, обнаружим, что и мы перед законом такие же грешники, значит ли это, что Христос способник греха? Никак. Или нелепость. Давайте остановимся на этом. Давайте остановимся на этом. Закон никогда не был предназначен для оправдания. Иудеи понимали, что законом не оправдывается никто. И вдруг выясняется, что оправдание сейчас через... Да что оправдание дается через Иисуса Христа. Значит ли это, что Иисус гладит грешника по головке и говорит, ты, конечно, грешник, спору нет, но я тебя все равно приму. Проходи. Ты, конечно, грешник, закон не мог тебя оправдать, но я круче закона. И я тебя сейчас приму. Проходи. Значит ли это, что Христос вот таким образом принимает грешника? Потому что, если так, то Христос пособник греха. Получается, что Христос оправдывает грех. Получается, что Христос как преподаватель, который говорит, слушай, ну я знаю, что ты списал. Ну очень хорошо ты списал, и физиономия мне твоя нравится, поэтому я тебе поставлю пятерку. Я понимаю, что на экзамене, ну ты совершенно ничего не знаешь, ну совершенно ничего не знаешь, но мы с твоими родителями, понимаешь, мы с твоими родителями старые добрые друзья. Мы с твоими родителями, я не знаю, на прошлой неделе в ресторане сидели. Так что вот тебе пятерка в зачетку, иди обратно к своим родителям, не парь мне тут мозги. Вот, значит ли это, что Иисус похож вот на такого преподавателя? Конечно же нет. Павел говорит, нелепость, или не может этого быть. Никак, ни в коем случае. Да не будет этого. Почему же? Он продолжает. Если я стану восстанавливать то, что раньше разрушил, этим я покажу, что приступил закон. Закон меня умертвил, и я умер для закона. чтобы жить для Бога. Я распят вместе с Христом. И живу уже не я, а живет во мне Христос. И пока я живу на земле, я живу благодаря вере в Сына Божьего, полюбившего меня и отдашего себя в жертву ради меня. Вот здесь нам нужно быть очень внимательными людьми, чтобы не упустить то, что происходит. Смотрите. Павел говорит, законом я признан мертвым. Я умер для закона. по закону мне уже приговор. То есть я читаю закон Божий. Я понимаю, что шансов-то вообще-то у меня нет. Как в каких-нибудь криминальных сериалах, с которыми я немножко знаком, или криминальном мире, с которым я, слава богу, совершенно не знаком. Поэтому все-таки остановлюсь на криминальных сериалах. Когда человеку говорят, ну все, ты мертвец. Все, ты мертвец. Он отлично понимает, что если еще на протяжении года, двух лет, даже пяти лет, он ходит по этой земле, но тот, кто сказал ему, все, ты мертвец, это чувак серьезный и к своим словам тоже относится серьезно. Вот гуляя год, два года, даже пять лет по этой земле, ты все равно будешь разнавать, я мертвец. Вопрос только в том, когда конкретно это случится. Вот так, понимаете? И по закону, каждый из нас уже получил свой приговор. Что же делает Иисус? Иисус приходит для того, чтобы этот приговор исполнить. Я пришел не нарушить закон, а исполнить, говорит он в Парнагорной проповеди. В чем это исполнение? Да в том, что вот эти слова, ты мертвец, исполняются. Но исполняются они на Голгофском кресте. И мистическим незримым образом наша старая ветхая природа присутствует на кресте. «Я сораспят Христу», говорит апостол Павел. Мы сораспяты Христу, и мы получаем новое рождение, мы получаем новую жизнь. Жизнь христианина это совсем не сложная вещь. Жизнь христианина это штука невозможная. По-христиански жить собственными силами, по собственной инициативе невозможно. По-христиански жить можно только тогда, когда уже не я живу, но живет во мне Христос. Второе рождение или даже перерождение. Вот смысл Евангелия. Не дай нам Бог отправить послание к галатам на свалку истории. Потому что как только мы это сделаем, сразу придут люди, которые скажут, но я, в общем-то, неплохо живу и стараюсь жить лучше. Я, в общем-то, я, в общем-то, праведно поступаю и постараюсь поступать еще праведнее. Я никого не обижаю, многим помогаю и постараюсь еще большему числу людей помогать. Значит, я христианин. Павел говорит, нет. Христианская жизнь начинается с того, что мы осознаем по закону, вот это, собственно, функция закона, свою мертвость и получаем жизнь сораспявшись со Христом. Христианство буквально, христианская весть буквально разделила мир на две части. Одна часть мира продолжает жить, уповая на свои силы, другая живет, уповая на Христа. Некоторые представители той части мира, которая живет, уповая на свои силы, продолжают называть себя христианами, просто потому что они выросли в христианской семье, в христианской стране, в христианском обществе, все что угодно. Но они продолжают рассчитывать на свои силы. Вот этого феномена второй главы Галат, послания Галатам, не произошло. Вот этой смерти со Христом, со распятия со Христом и воскресения. Мне бесполезно уповать на свои силы. И не надо, потому что Христос живет во мне. Вариант, который Павел отрицает, это Христос, поглаживающий грешника по головке и говорящий, «Ты, конечно, грешник противный, я тебя все равно принимаю, иди сюда». Вариант, который Павел исповедует, Христос, глядя на грешника, идет на крест и говорит, «Да, ты грешник, ты заслужил наказание, ты заслужил смерти, я принимаю эту смерть, ты принимаешь эту смерть вместе со мной, я воскресаю из мертвых, ты воскресаешь вместе со мной. Вот это новая жизнь. И тогда мы можем быть и смиренными, и тогда мы можем быть и добрыми, и тогда мы можем быть целомудренными, хотя все равно будут нападения, хотя все равно будет противостояние греху, но новая жизнь уже идет в нас. Новая жизнь уже бурлит, ключом бьет в каждом из нас. Вот это Евангелие. Так, уже три причины исключительности Евангелия по Станим Галатам. Первое Евангелие от Бога, не от человека. Второе Евангелие подтверждается благочестивыми людьми. Третье Евангелие выставляет исключительные требования. Нерождение свыше, сораспятие Христу. Третье Евангелие от Бога, не от человека.